В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На любую экскурсию прямо с самолета в аэропорту Курумыч презентовали новую электронную систему бронирования. Час икс настал. В Самаре прошел очередной этап распределения свободных мест в детских садах. Тысяча цветов, кустарников и деревьев. В Самаре началось благоустройство Южного шоссе. Жареное солнце больших городов. Как самарцы спасаются от погодных аномалий горячего августа. Большая работа, большие победы. Самарская медсестра признана одной из лучших в России. Губернатор Николай Меркушкин принял участие в совещании под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина. На встрече, состоявшейся накануне, главной темой стала реализация указов главы государства. Особое внимание было уделено федеральной программе по строительству новых школ. В частности, обсуждалась сдача общеобразовательных учреждений, строящихся к 1 сентября. Также на совещании рассмотрели вопросы подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в регионах участников совещания. Сегодняшний рабочий день губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел в Пестравском районе. Самара готовится стать центром притяжения туристов всей страны. И нам есть что показать. Жигулевские горы и Самарская лука уже популярны. Славится регион и фестивалями, не только музыкальными, но и гастрономическими. Самые интересные предложения для туристов собрали в одной программе, воспользоваться которой можно прямо по прилету в аэропорт. Как работает онлайн-навигация по турпакетам узнала Марина Кравцова. Чтобы совершить интересное, насыщенное впечатление, путешествия по Самарской области совершенно не обязательно к нему готовиться и часами искать в интернете информацию о достопримечательностях. Достаточно купить билет до Самары. В аэропорт у путешественников встречает туристский информационный центр. Вот с таким табло, где в специальной программе собраны 150 предложений различных экскурсий и фестивалей. Вот, например, нас интересуют события Самарской области. Выбираем время года. Лето. И ищем самый интересный фестиваль на август. Сызранский помидор. Здесь можно ознакомиться с информацией и забронировать тур. На создание интерактивной тур-системы программистов из Тольятти вдохновили красоты родного края. Самарская область славится экотуризмом. В прошлом году национальный парк Самарской Лука посетили более 250 тысяч человек. И среди экскурсий, заказанных через новую программу, пока наибольшим спросом пользуются поездки в Жигулевские горы. Хорошим спросом пользуются событийные туры, однодневные. То есть, та же Жигулевская вишка, Сызранский помидор, на которые тоже достаточно большое количество просмотров и проверений. Кроме Самарской области, в списке еще 17 регионов России, где можно заказать экскурсию, выбрать гостиницу или готовый турпакет на несколько дней. Планируется, что к февралю следующего года в системе будут все туристические точки страны. Наибольшим спросом такая навигация по предложениям туроператоров будет пользоваться во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Маршрутов очень много и система позволяет их сконцентрировать в одном месте и предоставить уникальный и удобный ресурс по их выбору и бронированию. К чемпионату мира система будет развиваться и получит несколько языков, так как, например, у нас уже в настоящее время в рамках развития информационной системы есть и двуязычные указатели по городу. Сейчас в Самаре создают единую туристическую навигацию. Павильоны информационных центров уже работают на вокзале и в аэропорту в планах открытия туристического центра в исторической части города. Подготовка к приему большого числа гостей Самары продолжается и в аэропорту Курумыч, добраться до которого теперь можно быстро и с комфортом на Аэроэкспрессе. Важным этапом в развитии всей транспортной инфраструктуры, которая имеет принципиальное значение при большом скомплении туристов, это запуск Аэроэкспресса, который состоялся буквально два дня назад. До этого добраться до города удобнее всего, конечно, было на такси и на личном транспорте. Сейчас эта проблема, по крайней мере, в отношении Самары частично снята. В аэропорту идет реконструкция еще одной взлетно-посадочной полосы. Перрона у старого терминала строится дополнительные места стоянок для воздушных судов, что позволит через два года принимать еще большее количество самолетов из самых разных стран мира. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Сегодня в Самаре прошел очередной этап распределения свободных мест в детских садах. Это уже третья волна. Первые две были в мае и июне. В городе больше 200 муниципальных детских садов, дошкольных отделений и групп полного дня. Свободные места распределяются автоматически через систему единого портала образовательных услуг. Алиса Корецкая выясняла, как проходило распределение на этот раз. Итак, час икс для родителей настал. Распределение мест в детских садах состоялось. Всего их дошкольных учреждений в Самаре больше четырех тысяч. А в очереди стояло больше трех тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. Детские сады в Самаре комплектуются по единому регламенту, утвержденному Министерством образования и науки. Сам процесс полностью автоматизирован. Программа сканирует заявления из единой очереди и распределяет их по свободным местам. Заведующие детсадов и родители в процедуре не участвуют. Как распределяется место? Четыре показателя. Прежде всего, это дата регистрации заявления, то есть дата подачи заявления. Второй показатель – это наличие льготы первоочередной или внеочередной. Их вообще всего 21 льгота. Полное количество лет по состоянию на 31 августа текущего года и направленность группы. Все эти данные родители должны проверить на едином портале образовательных услуг при необходимости внести изменения через МФЦ. Распределение через программу занимает не больше часа. Потом к работе приступит специальная комиссия, чтобы разрешить спорные ситуации и справить ошибки. Далее информация поступит в детские сады. И уже их сотрудники должны будут сообщить родителям в течение 10 рабочих дней о том, что их ребенок зачислен. Дальше родители могут согласиться, либо не согласиться. Ведь в заявлении, которое находится в этой системе, родители указали 5 детских садов в порядке приоритета. Если родители соглашаются с предоставленным местом, то они теперь уже идут в детский сад, соглашаются на детский сад и статус их заявления меняется на статус. И статус направлен в статус оформления документов. Иногда родители не соглашаются с результатом. В прошлый раз отказались от места 750 человек. В этом случае нужно в течение 10 рабочих дней обратиться в МФЦ и переоформить заявление, чтобы снова встать в очередь. Если этого не сделать, заявление автоматически выбывает из списка распределения. Единая очередь и регламент значительно все упростили. Это признают и родители. Младшая дочь Максима Жарикова идет в детский сад в этом году. Максим вспоминает, 8 лет назад, когда отдавали в сад старшего ребенка, ждали очень долго. Ты испытав, что старшую дочь мы стояли почти в 2 года, и это было намного, очень проблематично, что с младшей дочерью, как только мы получились с детства рождения, мы сразу встали на очередь в садик. Очень много проблем снялось, и очереди, конечно, подсократились в детский сад. Младшая Ульяна пойдет в тот же детский сад, в который ходила ее старшая сестра. Родители снова запасаются нужной одеждой, волнуются, но главный этап зачисления уже позади. Места в детских садах будут распределяться и дальше. На сегодня нужно распределить еще полторы тысячи детей. Этим через 20 дней займется специальная комиссия. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Радующий глаз пейзаж вместо строительного мусора в Самаре по поручению мэра Олега Фурсова началось благоустройство Южного шоссе. О том, что будет встречать гостей при въезде в город, расскажет Андрей Горгуленко. Раньше на этот участок Южного шоссе еще не ступала нога ландшафтного дизайнера, но с этого года Южные ворота Самары преобразятся. И гостей будет встречать не серая, унылая, безжизненная пустыня, а изумрудный газон и удивительные композиции, выполненные из разных сортов деревьев. Здесь ассортимент более 15 видов выносливых, красивых и держащих форму растений. Здесь будут геометрические формы, четкие, строгие, круглые, квадратные, треугольники и различных окрасов, достаточно выносливые для нашего региона, все адаптированные. И постараемся сделать, чтобы это было очень красиво. Благоустройство Южного шоссе стартовало в конце июля. Сейчас идет подготовительная работа. В настоящий момент снятие старого грунта, удаление деревьев, также будет выставление бортового камня по одной стороне, который нет, после чего идет засыпка плодородным слоем, черноземом. На этом участке высадят 35 тысяч квадратных метров посевного газона. Более тысячи молодых деревьев и 6 тысяч кустарников. Здесь должны появиться ландшафтные композиции, связанные по тематике с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Работы планируют завершить 31 октября. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Свежие газоны, новые детские площадки, хороший ровный асфальт. Самарские дворы и внутриквартальные дороги приводят в порядок во всех районах города. Марьяна Мирная проверила несколько адресов. Работы на улице Больничной начались в среду. Срезали старый разрушенный слой асфальта и занялись укладкой нового. Внутриквартальные проезды в Самаре активно ремонтируются. Больше 60 дворовых территорий будут приведены в порядок до конца октября. В рамках ремонта внутриквартальных территорий по данному адресу производится ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров с заменой бортового камня дорожного. Все работы ведутся в рамках муниципального контракта и подрядчик дает гарантию на 5 лет. В случае разрушения покрытия в течение этого времени он будет устранять недочеты за свой счет. В этом дворе на Новосадовой работы уже закончены. Жители с содроганием вспоминают, что здесь было раньше. «Было ужасно. Во-первых, было темно. Даже к подъезду было страшно подойти, того глядеть, а кто-нибудь встретит и по башке тюкнет. А сейчас очень светло, даже не страшно. Вот в 11 часов выйдешь и красота светло, чистое». Пожелания активистов МКД и общественников подрядчики учитывают. Теперь уютный дворик может похвастаться современной детской площадкой, благоустроенной территорией, ровным асфальтом и освещением. На очереди и другие дворы города, где установят новое игровое и спортивное оборудование, обновят ограждения, установят новые скамейки и урны. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. Полезным может быть даже мусор, если его правильно выбрасывает жительница Самары Светлана Аверина. Создала карту, на которой указаны пункты приема вторичного сырья. Всего в городе около 600 мест, куда можно отдельно выбросить бутылки, бумагу, стекло. Разрабатывать карту Светлана начала полгода назад. Говорит, если жители будут знать, как правильно выбрасывать мусор, в городе будет меньше свалок. Данные девушка собирала у представителей компаний-перевозчиков, всех обзванивала, уточняла, адреса ставила отметки на карте. К каждому пункту подробное описание, какой мусор и как можно сдать. Карта доступна на сайте департамента городского хозяйства и экологии. Есть какие-то материалы, из которых можно сделать что-то полезное, а можно их просто выбросить. Лучше что-то сделать. Из бутылок потом делают или новые бутылки, или из них делают волокно, из которого, например, любят форму футболистам шить. Флиску можно из этого сделать. Потом из стеклянных бутылок какие-то из них, которые целые, моются, отправляются обратно на производство, а какие-то бьются, из них изготавливается стекловата. А теперь коротко о других темах дня. Штраф за отказ пропустить пешехода предлагают увеличить три раза. Сейчас он составляет полторы тысячи рублей, но депутаты считают его несоизмеримым с травмами при ДТП. Более трети всех аварий на дорогах происходит с участием пешеходов, причем половину из них сбивают прямо на переходах. Предложения об изменении закона направлены в Государственную Думу. Только четверть автомобилистов Самары ставит машины на платные парковки. Большинство предпочитает оставлять свои автомобили на ночью дома. Социологи объясняют это несколькими причинами. Машин становится больше с каждым годом. В новых домах создаются большие паркинги для жильцов и чаще всего охраняемые. Услугами платных парковок рядом с домом самарцы пользуются неохотно, предпочитают придомовую территорию. Еще четверть автомобилистов ставит машины в собственные гаражи. В следующем году дипломные работы выпускников вузов будут выкладывать в интернет. Сейчас идет разработка программы, по которой будет опубликована работа и организованы к ней правила доступа. Важно защитить авторские права студентов на интеллектуальную собственность. Кроме того, после публикации все дипломные работы будут проверяться на плагиат. Организаторы считают, что это позволит выявить недобросовестных студентов и проверить работу в их вузе. Фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта пройдет в Самарской области. В программе показ авиационный и военный техник, выставка технического творчества, показательные выступления спортсменов и кинологов, мастер-класс по стрельбе и вождению автомобиля. Также будут показательные выступления в воздухе от парашютистов, дельтапланеристов и авиационных спасателей. Фестиваль пройдет на аэродроме Бобровка. В Самаре установилась почти тропическая жара. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов. Такая аномалия связана с тем, что на Среднюю Волгу продолжает поступать жаркий средиземноморский воздух. Это повышает температурный фон и создает условия для образования кучево-дождевой облачности. Местами по области идут ливни с сильными грозами. Одну из них над Самарой сфотографировала горожанка Елена Коломенова. На фото кажется, что молния бьет прямо в дом. Из-за аномальной жары температура Волги поднялась на 2 градуса выше многолетних значений и составила 23 градуса. Теплее вода в этот день была только в 1998 и 2010 годах. По прогнозам синоптиков, жаркая погода ожидается как минимум в ближайшие несколько дней. В дневные часы столбик термометра поднимется до отметки 34 градуса. Мы поинтересовались у самарцев, как они справляются с жарой. Надо больше пить воды, мороженое, мороженое, мороженое кушать, купаться на Волге. Сейчас там вода замечательная. На море ехать. Мы были на море. Классно вообще. Там жары вообще не чувствуется. В теньке, наверное, прятаться. Дома можно сидеть. Надо больше пить воды, побольше находиться в теньке, принимать холодный душ. И, мне кажется, только душ часто принимать. Водичку с собой носить, одеваться в светлую одежду. Ну, и, наверное, есть легкую пищу, не переедать. Кроме того, врачи советуют не забывать про головные уборы. По возможности в жаркую погоду не заниматься тяжелой работой. Пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертонией, врачи рекомендуют на улицу вообще не выходить. Автомобилистам тоже следует соблюдать осторожность. В разогретом салоне водители быстрее утомляются, их бдительность притупляется, возрастает опасность возникновения ДТП. Пора подумать о будущем. Если в единый день голосования не будет возможности прийти на свой избирательный участок, сделать свой выбор можно в любом другом. Для этого можно взять открепительное удостоверение уже сейчас. Как это сделать и где, расскажет Марина Матвейшина. В Самарской области началась выдача открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях. Продлится она до 6 сентября включительно. А с 7 по 17 сентября эти удостоверения можно будет получить на своем избирательном участке. Проголосовать я не могу по причине того, что я уезжаю в отпуск в другой регион. Поэтому решила выполнить свой долг заранее. Я должна поучаствовать в таком важном событии нашей страны, нашего региона. Напомним, что в этом году институт досрочного голосования отменен. Поэтому, если в день голосования человек не сможет прибыть на свой избирательный участок, он может воспользоваться открепительным удостоверением. Занимает это не более пяти минут. Избиратель должен прийти с паспортом, указать причину, по которой он не может проголосовать в день голосования у себя на участке. Мера очень удобная. В законодательстве предусмотрена такая гарантия. Избирателям очень востребовано это. Причем причина должна быть серьезной, потому что всего их напечатано 45 тысяч штук. Это ограниченное количество на всю область. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Обл. избирком продолжает выдавать удостоверение кандидатам в депутаты Государственной и Самарской губернской думы для участия в выборах 18 сентября. Удостоверение подкрепляется заверенной копией решения о регистрации. Документ подтверждает право кандидата участвовать в избирателей кампании. Все заявки в избиркоме должны рассмотреть до 13 августа. Сейчас в губернскую думу зарегистрировано 105, а в Государственную 38 кандидатов. Среди них и кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Станкевич. Таким образом, теперь официально зарегистрированы все пять кандидатов от партии. Шансы у всех хорошие. Практически на сегодняшний день мы имеем хорошую сплоченную команду. Это каждый из округов в Государственную думу связан с пятью округами в губернскую думу. И с одномандатными кандидатами, и со списочниками. Эта работа продолжается, начиная с предварительного голосования. Сегодня в областном кардиодиспансере поздравляли призера Всероссийского конкурса. Светлана Иноземцев заняла второе место в номинации «Лучшая старшая медсестра». В клинике она работает 10 лет, начинала в процедурном кабинете, потом перешла на административную должность. С лауреатом пообщался Олег Зверев. Светлана Иноземцева обучалась в университете по специальности «Сестринское дело». У нее множество научных работ, которые она представляла на конкурс. И сегодня она занимается тем, что передает свой опыт и профессионализм молодым сотрудникам. И считает не менее важной работой отвечать за работу всего отделения, этого большого лечебного организма. Сама Светлана Владимировна считает, что 90% успеха лечения кардиобольных связано именно с тем, чтобы средний медперсонал смог расположить к доверию больного и внушить ему волю к победе над болезнью. Кардиохирургия у нас звезды, действительно у нас работают. Я горжусь тем, что я работаю в лечебном учреждении с светилами нашей российской кардиохирургии. Но опять-таки надо понимать одну вещь, что операцию можно провести на высочайшем уровне, на работающем сердце, на искусственном кровообращении. То есть они сейчас делают чудеса. Если действительно сестра пришла на работу с душой, с теплом, с любовью, то если она любит то дело, чем она занимается, если она любит своих больных, то, скажем так, это 90% успеха. Те наработки, которые были отобраны на конкурс, это две большие папки, толстые папки. Там были и памятки, и статьи. И все это, это не одного дня, это вот несколько лет наработок, в которых она участвовала, в общем-то. И она не просто вот это пишется, да, это делается, это внедряется у нас в учреждение. Это очень такой чистый, светлый человек. Хочется также отметить, что в десятку лучших медицинских работников России вошли и другие представители Самарской области. В частности, медицинская сестра больницы номер один имени Пирогова Ирина Геннадьевна Овчинникова и заместитель главного врача Сергиевской центральной районной больницы Надежда Константиновна Шекерзианова, а также многие другие специалисты. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Анар Мавсунов увлекся спортивной фотографией четыре года назад. В объектив его камеры попадают тренировки, турниры, церемонии награждения. Самый любимый вид спорта у Анара футбол играет сам, и самые удачные фотографии тоже получаются с полей сражений. И не важно, кто на газоне – профессионалы или любители. На областном конкурсе спортивных достижений он выиграл в номинации «Лучший фотограф». Победить помогла серия снимков, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Я вот свои соревновательные амбиции реализую через спортконкурс. Сейчас очень этому рад, и приятно всегда, когда уделяется внимание спорту, и приятно быть к этому причастным. Мой секрет – смотреть, наблюдать, учиться предугадывать события, разбираться в тех видах спорта, которые ты снимаешь, чтобы понимать, что произойдет дальше в следующую секунду, и вовремя нажимать на кнопку. Виктор Вдовин прошедший олимпийский цикл посвятил лучшему шпажисту Самарской области Павлу Сухову. Спортсмен уже в Рио-де-Жанейро. А заслуженный тренер России заскочил на один вечер в Самару на церемонию награждения получить свою почетную грамоту в номинации «Лучший тренер». И сразу в аэропорт. Курс на Бразилию. Его олимпионик Павел Сухов выйдет на дорожку в первый день Олимпиады. Конкуренция в шпаге, где он в шпаге мужской сухой, очень высокая по всему миру. Там борьба идет уже с 32 команд, по уколам решается. Но, как говорится, есть на что рассчитывать. Он и призер чемпионата мира, и чемпионат Европы выиграл. И команда тоже выиграла кубки мира этапа. То есть будем драться, конечно. В канун Бразильской Олимпиады и Всероссийского дня физкультурника лучшим пропагандистом здорового образа жизни в Самарской губернии областной Минспорт вручал заслуженные награды. Почетные грамоты получили тренеры профессиональных спортсменов и любителей, а также инструкторы предприятий, учреждений и организаций, где на должном уровне ведется работа по привлечению сотрудников к занятиям физкультурой. Те спортсмены, которые выступают в том числе на Олимпийских играх, это продолжение, можно сказать, именно вот этой темы о том, что маленькие дети, которые смотрят и которые видят, что занимаются, и в том числе и возрастные спортсмены, бывшие спортсмены, и жители города, они, конечно, пойдут в спорт. Для тех, кто не только дружит со спортом, но и активно им занимается, в Самарской области проходит ежегодная спартакиада среди работников органов исполнительной власти, предприятий и организаций, а также среди сборных муниципальных районов. На церемонии награждения смотра конкурса спортивных достижений свои кубки и медали получили и призеры этих соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах союз смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»